Продолжение следует... В сидячих вагонах канон-класса И вот что мы увидели Мягкие кресла Под каждым сидением розетка И откидные небольшие столики напротив Плюс несколько музыкальных каналов Разъем для наушников у каждого пассажира Как в самолете У меня было совсем другое представление о сидячих вагонах Поэтому я обрадовалась такой роскоши За 600 рублей, как ребенок Так что ехать было и удобно И весело, и красиво Даже Wi-Fi работал Правда платный за 100 рублей на всю поездку Нам он, кстати, не понадобился Волга там! Широкая такая! Волга действительно впечатляет В конце ноября она уже покрылась льдом Но масштаба не потеряла Столько воды! Прямо представляю, как летом тут ходят кораблики и катерки И на одном из них, конечно, буду гулять я В легком платье и в соломенной шляпке Вот она, могучая русская река Как же тут классно! И, конечно, храмы Еще одна картинка, которая, безусловно, ассоциируется с Ярославлем Здесь купола церквей просто в ряд стоят Неудивительно, что и наша гостиница, мини-отель Достоевский, оказалась рядом с одной из церквей Мы, наконец-то, нашли наш отель, мини-отель Достоевский И, как выяснилось, он находится в замечательном месте Вот здесь, вот эта церковь с зелеными куполами Прямо напротив меня река Волга А вот, собственно, вот этот белый домик Это и есть наш отель, в котором мы проведем эту ночь Достоевский позиционирует себя, как дизайнерский отель Вот это все, это не стерилизация Это настоящая русская усадьба начала прошлого века И мы сегодня будем ночевать в старинной усадьбе Ух, как заманчиво! Прямо предвкушаю что-то интересное Вот наш номер Ну, производят, конечно, впечатление Особенно вот эти иллюстры Их две, кстати, что необычно Тут есть столик, но тут всякий наш план, поэтому мы его показывать не будем А покажем в карнавате люстры Конечно, люстры делают этот номер Такие классные Их сверкают, все такое красивое И кровавое Крутая, конечно, кровать, но все-таки она двуспальная И предполагает, как мне кажется, одно большое одеяло Но нет, дизайнер в этом дизайнерском отеле Видимо, решил по-другому Одеяло было два небольших Вот такой вот гигантский шкаф Здесь все Можно все повесить Есть бар, есть чай, кофе Напитки все Не бесплатно, конечно, но Если вдруг очень захочется, то можно Так, здесь у нас ванная Конечно, люстры это хорошо Но я всегда в номерах оценю, чтобы там было чисто и не было пыли Пыль меня вообще бесит Ну и всякая грязь тоже Здесь, в принципе, все выглядит вполне прилично Единственное, где я нашла пыль, это вот здесь Давно не подтирали вот эту вот штуку Ну ладно, бог с ней, я думаю, простим Конечно, я не ревизор и не Лена Летучая В перчатках я тут лазить не буду В принципе, нормально все устраивает Очень важная такая деталька Есть подстаканник и есть штучка для мыла Не во всех отелях это есть Даже в тех, которые стоят большую сумму После использования душа в ванной образовалась огромная лужа Никакого коврика не было, поэтому приходилось почувствовать себя утенком Кстати, тапочки мы тоже не нашли, хотя они и были заявлены в описании Как и сейф Забавно, что инструкция по его использованию была А самого сейфа нет И если уж говорить обо всех значительных недостатках То нельзя закрыть глаза на то, что в холодильнике не было воды В общем, плохо с организацией в этом дизайнерском отеле Радует, что пол в ванной достаточно теплой И здесь в принципе тоже Но вот с запахом там не одна проблема Причем они, этот запах, он не связан с канализацией Это запах каких-то жареных кур Видимо, с вентиляцией здесь как-то не очень Она совмещена с кухней или еще с чем-то Но пахнет там явно едой Не могу сказать, что была сильно разочарована Просто не люблю, когда внешний вид не соответствует сдержанию Такая совсем невкусная конфетка в красивой обертке На улице явно пахло приятнее И кушать после этого запаха пережаренного масла в отеле не хотелось Так что мы пошли гулять по Ярославлю Не все названия ресторанов одинаково привлекательны Вот, например, Алешины лепешки, но никак не вызывают аппетит Но есть другой повод задержаться напротив этого двора Суровый медведь, символ Ярославля, установлен здесь в честь тысячелетия города И о своем присутствии он напоминает каждый час Сейчас мы ждем, когда этот медведь зарычит Не пугайтесь, у нас все в порядке с головой И говорят, что вот это происходит каждый час Вот сейчас посмотрим, как Дети набежали буквально за минуту и оккупировали Мишку Невзирая на предупреждение о его грозном рычании Ребята, сейчас он зарычит, не осторожнее Не упади потом Медведь рычит, но, правда, его не видно Слышно на всю округу Правда, странный эффект Когда стоишь дальше, звук кажется, что ли, громче Центр Ярославля небольшой и компактный Все рядом Нам с мужем показалось, что там довольно просто ориентироваться Белокаменный старинный Кремль мы нашли без труда Кремль Говорят, с этой звонницы видно Ярославль Пойдем сейчас проверим 131 ступенька отделяет нас от вершины и звонковой площадки Я сейчас стою на какой-то крыше И она вся трясется Но это еще не все Еще будет стоять Нелегкий Какой ужас Я надеюсь, в ней не встретится никто Потому что мы просто не разойдемся Слава Богу, встречного движения не было И все в порядке Я не застряла с каким-нибудь полным божиком На самом деле, я дико боюсь высоты Но, блин, она того стоит На самом деле, 131 ступенька Это вообще смешно И не такие уж они страшные Я даже со своей боязнью высоты Поднималась по более страшным местам Ну, а вид действительно красивый Эта звонница находится прямо в центре Кремля Вот там, на самой верхушке мы были Не вот там посредине, а на самом-самом верху Кремль совсем небольшой внутри Даже сложно осознать, что когда-то это и был практически весь город Так странно Сейчас это музей, парк для прогулок В прошлом там вершились великие дела Принимались судьбоносные решения Плелись интриги, шла борьба за власть Простой народ боялся глаза поднять при виде князя А сейчас считает себя хозяином этих стен Несколько столетий назад здесь князья ярославские ходили Со своей свитой А теперь вот я со своим мужем Так сложилось, что за два дня Нам встречались очень добродушные люди В том числе и благодаря Светлане Осталось приятное впечатление о жителях Ярославля Этот печатный цех мы увидели случайно Просто заглянули, а женщина сразу предложила нам обо всем рассказать Как выяснилось, желающие могли напечатать свою гравюру Черно-белую или даже цветную Сейчас мы попробуем напечатать свою картинку Это за отдельную плату А вот за экскурсию вообще ничего не попросили Мне захотелось попробовать этот станок Тем более, что стоимость картинки выходила еще и дешевле, чем на набережной продают Так как старинный скрип, я уже говорила, деревянные детали То скрип стоял еще сильнее И на гравюрах, вот видно на старинных Там мастера висят на этих мочегах Прям видно, что с такой силой тащат Ну, у нас, видите, полегче все это дело Ну, и вот она такая замечательная, очень прекрасная Мне кажется, это интересно Музей, в котором можно не только смотреть, но и трогать, и даже создавать Здорово же Круто-круто Я только что сама напечатала вот эту картинку Но она теперь должна высохнуть Поэтому я ее не могу сейчас достать Но это очень круто Я первый раз это сделала сама Вообще, в принципе, первый раз А между тем, кушать все-таки хотелось Раз уж мы в Ярославле, то обязаны были найти заведение на киношную тематику Город пропитан духом кино Здесь очень много тематических ресторанов и кафе Которые связаны с советскими фильмами Вот, например, пивная Афония Прямо здесь, в центре города Пивная очень популярна Столики не пустуют даже днем Но после поездки в Прагу пиво нам еще не скоро захочется Поэтому пойдем искать что-то с другими напитками И обязательно русской кухней В Ярославле некоторые кафе и рестораны Выбрали тематику советских фильмов Ведь многие сцены снимались здесь Фильм Иван Васильевич хоть снимался и не в самом Ярославле А в Ростове Ярославском Но вот здесь есть такая необычная гостиница и ресторан Называется Иван Васильевич И судя по фотографиям, которые мы видели в интернете Там очень прикольно внутри Поэтому мы обязательно хотим поужинать сегодня именно там Нас проводили в трапезные палаты Усадили за столик под сходами Кварка Васильевна Шуба традиционная Салат с белой уткой Скопянка мясная Тамленая утиная ножка в сливочном соусе с душистым тимьяном И икра заморская Баклажанная Комплимент от шеф-повара Вообще русское застолье не по нашим желудкам После салатов нам уже почти не хотелось есть Так что едва справились с заказами и кушаниями Пока здесь никого нет Хочу немного поболтать Но прям в царских палатах Кстати, вот эти узоры, которые вот здесь Они полностью соответствуют тем, которые в фильме В ресторане несколько залов И все их можно посмотреть В квартире шпака шел банкет А вот домой к Шурику еще не успели прийти гости Необычно, что в ресторане можно так гулять и фотографироваться Причем сотрудники сами предлагают А сходите туда, а загляните сюда И, конечно, главная фишка этой экскурсии Возможность сфотографироваться в царских костюмах Официанты с радостью соглашались сделать фото Но это просто не ресторан, а музей какой-то Столько разных комнат Столько разных всяких штук интересных И даже в костюмах можно бесплатно сфотографироваться Что мы, собственно, и сделали Вечер в историческом Ярославле Такой же тихий, как и день Немноголюдно и спокойно Вечер в субботы В принципе, на улице не сказать, что холодно Ну, мороз, но небольшой Но, блин, центр города Так тихо, пустынно Машины практически не ездят Изредка только людей почти нет Это центр города Причем Ярославль, он не маленький город Более 600 тысяч человек По последней переписи здесь проживает Ну, вот как-то так Когда живешь в своем городе И нигде не бываешь, кажется А зачем? Везде все одно и то же Россия и Россия Но это такое заблуждение Я, конечно, не во многих городах еще была Но все они были очень разными И в каждом есть какие-то свои особенности Свои традиции Которые незаметны местным жителям Они часть их будней Вот, например, музыка из колонок Еще я заметила, что здесь много Где на улице звучит музыка Колонки установлены рядом с ресторанами И вот на набережной Волги Тоже есть колонка И звучит приятная музыка Второй воскресный день нашего путешествия Мы посвятили Ярославским улочкам И поиску интересных мест Кстати, достопримечательностей В таком старинном городе Не все связаны с прошлым Есть весьма современные А вот эти штуки должны оценить все айтишники И с той стороны написано, что здесь материализована идея Некто Павла Крепинина Наверное, он в Ярославле известный человек Раз вот что-то такое установил В чем смысл? Вот здесь все написано Все подробно написано Бойся своих желаний Нужно подойти к арт-объекту Изучить желание Выбрать самое заветное Закрыть глаза Обязательно произнести желание И трижды перевернуть табличку Ну, например, повернем эту табличку Хочу никогда не видеть спама Трудим Раз, два, три Спама не видеть Хочу никогда Но вот как-то так Больше все два дня Меня поражало спокойствие и тишина Кажется, я так и не смогла привыкнуть к этому состоянию И всякий раз ему удивлялась Ярославль – это, конечно, город церквей Купола Здесь просто, если смотреть сверху Везде в городе Особенно в центральной части А еще Вот мы сейчас на центральной городской площади И здесь такая тишина Что даже если я буду говорить шепотом Мне кажется, это будет слышно Но добавлю ложку дегтя В это сладкое повествование Беда многих российских городов Симпатичные снаружи Ужасные внутри Это тоже центр Ярославля Прям центр центральный И вот если за этим домом Хорошая, красивая улица Она благоустроена и в порядке То во дворе Вот мы видим такой вот кашу Я вообще не склонна акцентировать внимание на плохом Предпочитаю видеть и замечать хорошее А над проблемами спокойно работать Но чтобы быть честной Должна это показать Может быть, кто-то из способных Повлиять на ситуацию Повлияет на нее наконец Ну а мы пойдем дальше Рога и копыта Это явно говорит об астапе Бендере И да, мы снова идем есть Я просто фанат всяких интересных тематических кафе Желательно, конечно, с хорошей кухней Но это как повезет Кажется, на этот раз все сложилось У меня здесь вместе с капучино Пельмень сын бы Найдите крем-то опора для вас и вашего делового партнера Опора для делового партнера Пожалуй, мне нужен бизнес Ярославские кафе и рестораны Отличают не только умелое создание атмосферы И всякие веселые и интересные фишки Но и так называемое сувенирное меню В некоторых местах действительно есть раздел с таким названием А в этой кофейне в витрине вместо пирожных Были выставлены фирменные кружки, магнитики и майолика на тему 12 стульев Такой вот подход Чудесное место с приемлемыми ценами и хорошим настроением Пытались мы найти обзорную экскурсию Хотелось автобусную, чтобы по всему городу провезли Чтобы какое-то общее впечатление сложилось Центр, конечно, хорошо, но все-таки это не весь Ярослав Если зимой вы готовы на пешеходную прогулку часа на 2-3 То лучше спланировать ее заранее Пытались мы найти в Ярославле обзорную экскурсию Они как бы здесь есть, но это все индивидуальные экскурсии На которые нужно либо заранее записываться Либо оплачивать как индивидуально То есть как минимум полторы тысячи Не важно, там два человека или пять человек А такой вот какой-то единый обзорный Либо какого-то туристического центра Мы так и не нашли Причем мы заходили в исторический музей Нам там ничего не подсказали Дали телефон преподавательнице, которая проводит обзорные экскурсии В Кремле нам тоже ничего не подсказали Сказали, что ничего об этом не знают Так что остались мы без обзорной экскурсии Ну и самим погулять было интересно Тем более читать умеем и все, что надо Находили в интернете Стрелка и набережная Волги Замечательные места для променада Огромное пространство, залитое водой Впечатляющая красота Люди вежливые и добрые, как показалось за два дня Даже продавцы сувениров Такой холод не впивались в редких туристов Чтобы им что-то всучить Вели себя вполне деликатно и ненавязчиво Сложно, конечно, за один день понять менталитет жителей города Но то, что рыбаки здесь бесстрашные, это уже ясно Здесь Волга, она еще у берега даже не замерзла А на льду уже сидят люди с удочками Закончили свое маленькое путешествие Мы далеко за пределами центра Ярославля Нашли церковь Иоанна Притечи Вечером там, конечно, мрачновато Вокруг не души И тропинка не особо исхоженная Вот эта достопримечательность, наверное, самая сложная Которую мы искали, когда мы сюда пришли Еще подсветка не была включена И такое ощущение, что это вообще какой-то пустырь Но это очень примечательная церковь Все помнят вот эту бумажечку? И тут вот нарисован храм Так вот, это он и есть Это церковь Иоанна Притечи Город Куполов Ярославль умиротворяет и успокаивает Величественные церкви Старинные, каменные, которые устояли столетия Сопротивляясь и политике, и заблуждениям народа Они как бы говорят Не спешите с выводами И прежде чем принять решение Вспомните прошлое Подумайте о будущем Успокойтесь и прислушайтесь к сомнениям Мне было радостно в Ярославле Потрясающий город, чтобы съездить туда на выходные Если зимой боитесь замерзнуть на улице Можно запланировать себе поход, например, в театр А мы так и сделаем в следующий раз